Комитет по жилищной политике и ЖКХ при областной думе перед журналистами подвел итоги своей работы за год. Сфера коммунального хозяйства одна из самых непростых и проблемных. Произвол управляющих компаний, установка счетчиков на газ, капитальный ремонт и ОДН. Во всем перечисленном вопросов пока больше, чем ответов. Взять те же общедомовые нужды, когда добросовестные собственники платят за себя и за нерадивого соседа. Решить проблему просто только на первый взгляд. Как вариант распределять разницу между общедомовым прибором учета и поквартирными счетчиками на тех, у кого этих счетчиков нет. Другая проблема возникает. У нас сегодня многие граждане используют магнитики, пленочки и все остальное. То есть тут тоже несправедливость есть в этом. Поэтому возникает вопрос, кто это будет контролировать. Поэтому раз жилищный кодекс сегодня дает возможность жителям самим создавать советы домов, проявлять какую-то гражданскую активность. То мы хотим продолжить это, дать возможность вот этим советам домов составлять акты, проверять. Капитальный ремонт многоквартирных домов. Деньги на него начнут собирать только с нового года. Но жители уже беспокоятся за свои средства. Региональный оператор обещает, что ни одна копейка потеряна не будет. Ведь контролировать реализацию этой долгосрочной программы будут и органы власти, и сами собственники. Активность граждан в вопросах контроля, она все-таки будет присутствовать. Сегодня полномочия есть у советов домов принимать эти работы. И самое главное, что организации, которые будут выполнять эти работы, мы со своей стороны, я вам, соответственно, могу заявить, что будем контролировать эту ситуацию. Почему мы все-таки настояли, чтобы и представители, и общественные платы, и депутатов, и областной, и городских дум ввели в состав, на попечительского, вернее, рекоператора, в состав наблюдательного совета. Аварийные дома в сборе средств на капитальный ремонт участвовать не будут. Аварийный дом не платят, неаварийный платят. Если на тот момент, когда дом будет признан, например, через 10 лет аварийным, а деньги какие-то будут собираться, значит, или там подрастение будет попадать, то эти деньги возвращаются гражданам, а часть средств, которые, если это их собственность, будет потрачена на снос этих домов. В связи с капитальным ремонтом у собственников появится много вопросов. Например, почему ремонт крыши у двух одинаковых домов одного года постройки будет проводиться с разницей, предположим, в 10 лет. Два дома. Один дом – ТСЖ, другой дом – управляющая компания. В одинаковом состоянии. Причина в том, что формула, в которой рассчитывается, как рассчитывается, ну в каком году будет, у нее в этой формуле, в знаменателе, находится сумма ремонта. Это значит, что со стороны управляющей организации реальной оценки стоимости работ не было, а собственники подошли к вопросу серьезно и посчитали каждую копейку. Чем меньше стоимость работ по ремонту и чем точнее все посчитано, тем быстрее дом дождется своей очереди. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.